Холода наблюдается по всей территории страны. В отдельных местах высота снежного покрова превышает 20 сантиметров. Столбики термометра опустились до минусовой отметки. Так в Таласской области, хотя сегодня снега не было, но выпавший ранее еще не растаял. Температура воздуха держится на отметке минус 10 градусов. Вчерашний обильный снегопад не удивил лишь Нарынчан. К такой непредсказуемой погоде в начале второго месяца весны они уже привыкли. В Адбашинском районе высота снега местами доходит до 20 сантиметров. А в самом городе Нарын сегодня снег уже растаял, но минусовая температура еще держится. А на Иссыкуле последние осадки были 30 марта. Сейчас в регионе снега почти нет. Так как в регионе полевые работы начинаются в конце апреля, холода никакого ущерба не принесли. Однако из-за сильного ветра страдают некоторые соцобъекты, передает наш корреспондент в Иссыкульской области. В городе Балакчи продолжается сильный ветер. Он уже повредил крыши пяти школ и других объектов. По данным МЧС, общий ущерб превышает 300 тысяч сомов. В южных регионах ситуация не лучше. Дихкани несут убытки от выпавшего снега. Так, в Баткенской области от заморозков пострадали посевы. 90% всех плодовых деревьев померзли. Сегодня в Баткене 6 градусов мороза. Погода не улучшается уже с начала недели. Дихкани пока приостановили полевые работы. Как отмечают специалисты, многие опасаются того, что в сфере садоводства это спровоцирует резкое подорожание фруктов в нынешнем году. Заморозки погубили засветевшие плодовые деревья и в Джалалабадской области. В отдельных участках, это Чаткальском и Алабукинском районах, высота выпавшего снега достигла 50-60 сантиметров. Проблем на дорогах на сегодня нет. Основные трассы открыты. Дорожники проводят очистительные работы. В Каракульджинском районе Ошской области по указанию Акима района проезд по автодороге Мурзаке-Каракулджи-Алайку ограничен с 8 утра до 6 вечера. Другие трассы сегодня открыты. В самом Жаше обильного снегопада не было. Снег уже растаял, идет очистка города. На автодороге Ош-Сарыташ-Иркештам перевалы Тон-Мурун-Талдык очищены. В случае, если вдруг будут какие-то затруднения на дорогах, то работники соответствующего ДЭП готовы к работе. В Чуйской же области снегопад был обильный. В Сосновке пункт пропуска был временно закрыт во избежание пробок на перевале. Сейчас же трасса открыта. На перевалах Туашу и Алабиль трассы Бишке-Кош дежурят дорожники для устранения снежного наката. МЧС предупреждает, со 2 по 6 апреля на горных участках сохраняется сход снежных лавин. В ведомстве советуют гражданам воздержаться от дальних поездок, либо соблюдать дистанцию между машинами в 500 метров.